МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две или пять тысяч лет древнейшему городу России. Чтобы найти ответ на этот вопрос, в республику прибыли известные в стране археологи мирового уровня. Снежной зимы мы так и не дождались. А чего ждать от весны? Внезапных холодов или теплых дней? Синоптиками пообщались наши корреспонденты. В Дагестане обнаружен коронавирус. Под таким шокирующе громким заголовком в сети интернет появилось видео, где с виду заболевшего молодого человека врачи в масках ведут в инфекционное отделение больницы в Махачкале. Якобы это тот самый дагестанец, у которого ранее выявили коронавирус в Азербайджане. Все нормально будет. У нас инфекционное отделение очень хорошее, специалисты очень хорошие. Но выяснилось, что видеоучебно-показательное Минздрав Республики проводит учения, чтобы хорошо подготовиться к возможному появлению коварного заболевания на территории Республики. По словам медиков, публикация отрывочных фрагментов видеоролика без демонстрации полной картины событий преднамеренно делается недобросовестными лицами для нагнетания обстановки. Вот как пояснили ситуацию в медицинском ведомстве. Минздрав Дагестан заявляет, что случаясь заболевания коронавирусной инфекцией на территории Республики нет. Учения по профилактике инфекции неоднократно анонсировались с Минздравом Дагестана. Однако некоторые паблики пользуются кадрами съемки этих учений для создания ажиотажа и привлечения подписчиков. Поэтому призываем население за достоверной информацией обращаться на официальный сайт Минздрава и аккаунт ведомства в Инстаграм. Ну а к следующей информации просим прислушаться всем без исключения. Следователи ищут возможного свидетеля по делу об убийстве Калимат Амаровой. Фоторобот составлен по описанию отца девочки. Данные гражданина неизвестны, но ранее он сообщал, что знает, где предположительно искать пропавшего ребенка. Спустя некоторое время именно в указанном им месте и был найден труп девочки. Все это дает основания полагать, что разыскиваемый человек владеет значимой для следствия информации. Напомним, Калимат Амарова пропала 29 июля 2018 года. 9 сентября ее тело в хозяйственной сумке было обнаружено в сточной канаве неподалеку от дома. Дагестанцам вернули почти 3 миллиона рублей необоснованных начислений за услуги ЖКХ. Об этом сообщили в госжилинспекции. По словам специалистов, ранее к ним поступили заявления местных жителей о том, что им неверно начислили плату за коммунальные услуги. В ходе выездной проверки изложенные факты подтвердились. Произошло это в результате отсутствия прозрачности при осуществлении начислений из-за внесения необоснованных корректировок в показания приборов учета и изменения количества лиц, проживающих в жилых помещениях. В ведомстве напомнили, что если граждане сомневаются в обоснованности начисленных платежей, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением в управляющую организацию. Если проблема все же не решится, затем следует обратиться в жилищную инспекцию. Известные в мире и в России археологи прибыли в Дзербент, чтобы определить точный возраст древнейшего города. Леонид Беляев и Александр Кудрявцев вместе с Хизри Абакаровым уже осмотрели некоторые культурно-исторические объекты. Особое внимание было уделено крестово-купольному сооружению на территории цитадели Наренкала. Историки предполагают, что это христианский храм, который в последующем был перестроен в водохранилище. Я бы сказал, что здесь больше гораздо вопросов, чем ответов по любому поводу. И на каждый вопрос не найти вот так, да, правильного ответа. Нужно сделать хорошую научную инвентаризацию того, что известно Наренкале вообще. О том, как здесь устроены планировки разных периодов. О том, что археологически здесь уже изучено, что остается неизученным. После этого на основе вот этих данных научных можно сделать план археологического использования этой территории, археологического развития. В том числе, который будет включать в себя какие-то новые исследовательские работы. В ходе исследований глава города поручил перекрыть купол стеклом и откачать воду из самого сооружения, так как она подмывает камень, который начинает крошиться, что может помешать дальнейшим раскопкам. Также было поручено разработать дорожную карту для исследования этого памятника. Ну а от Дербенского музея-заповедника новый директор об этом сообщает в пресс-службе администрации города. Возглавил музейный комплекс Виктор Чесноков. Он с отличием окончил Санкт-Петербургский военный институт МВД России. Ранее в 2011 по 2019 годы работал в Российском государственном военном историко-культурном центре при правительстве РФ и в Минкультуре России. До своего нового назначения он возглавлял Центр развития туризма древнего города. Напомним, ранее пост директора покинул Али Ибрагимов в связи с истечением договора с Минкультом республики. Март в Дагестане будет теплым. Средняя температура, по прогнозам синоптиков, сохранится в пределах климатической нормы. По ночам ожидается от 2 до 5 градусов выше нуля. Днем к концу месяца воздух прогреется до 15-16 градусов. Начало чуть-чуть понижение температуры. Оно уже все почувствовали. И в дальнейшем оно уже идет потепление. В целом температурный режим в приморской зоне будет плюсовая и днем, и ночью. Погода будет радовать дагестанцев и 8 марта. Столбики термометров в Международный женский день в столице Дагестана поднимутся до плюс 12 градусов. В целом первый весенний месяц синоптики прогнозируют теплым и комфортным с умеренными ветрами с юго-востока и без погодных аномалий. Днем к температуре, в частности, народ интересует 8 марта. 8 марта в этом году погодные условия очень комфортные, без осадков. Это впервые. Обычно 8 марта бывает немножко или пасмурно, или с осадками. Осадки также будут в пределах нормы. Их уровень составит 15-16 миллиметров. Однако синоптики опасаются, что коварство теплой зимы аукнется в апреле. Подробный прогноз на весенний-летний период будет готов к конце марта после проведения снега съемки по всем климатическим маршрутам. Пятый региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills стартовал в спорткомплексе имени Али Алиева в Каспийске. В нем принимают участие более 260 конкурсантов и более 260 квалификационных экспертов. Уже по итогам чемпионата победители смогут принять участие в отборочном туре в Кемеровской области. Алина Багилова расскажет подробности. В рамках пятого чемпионата рабочих профессий проводится ярмарка вакансий для всех жителей республики с участием более 40 крупных компаний-работодателей Дагестана. Соревнования призваны помочь студентам найти работу и повысить их трудовую квалификацию. Проходя на учебной практике, учебных мастерских, вот такие элементы видов работ, они уже могут спокойно, подготовлено выйти и на строительные объекты, выполнять облицовку. На чемпионате рабочих профессий работодатели могут присмотреться к тем, кто на высоком уровне демонстрирует свое мастерство. По результатам состязаний лучшие кандидаты получат возможность побороться за шанс представлять Дагестан на национальном чемпионате. Я думаю, по всей России идет такой дефицит сестер. И тех сестер, которые мы выпускаем на данный момент, мы хотим, чтобы они дальше не проходили стажировку, а сразу приступали к работе. На площадке представлены совершенно разные сферы приложения усилий. Есть здесь веб-дизайн и разработка, кирпичная кладка и ювелирное дело, сухое строительство и штукатурные работы, эстетическая косметология и спасательные работы и даже парикмахерское искусство, а также ряд других видов деятельности. Как ваше настроение? Вам в зал легче? У нас дополнительное образование, осестринское дело в косметологии. И мы сейчас в данный момент проводим процедуру ламинирования ресниц и архитектура бровей, а также ламинирование бровей тоже. WorldSkills International – всемирное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. В рамках чемпионатов организуются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и на международном уровне. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Шесть медалей разной пробы завоевали дагестанские боксеры на прошедшем в Краснодаре первенстве России среди юниоров. Единственным победителем в составе республиканской команды стал представитель спортшколы имени Гайдарбекова Чейраф Ашалаев. В шаге от первого места остановился Нуцалхан Рабаданов. Кроме того, на счету наших мастеров кожаной перчатки еще четыре бронзовые награды. Отметим, что золото в весе до 81 килограммов выиграл также воспитанник дагестанской школы бокса, но его медаль пошла в зачет Владимирской области. По итогам первенства России будет сформирована сборная страны для участия в международных турнирах. В Дагестан вернулись чемпионы России по боевому самбо. В Махачкалинском аэропорту спортсменов встречали замминистра спорта республики Гайдарбек Гайдарбеков, друзья и родственники. Напомним, что дагестанская команда стала лучшей на прошедшем турнире в Чебоксарах, сумев добыть четыре золотые и одну серебряную медаль. Наши спортсмены проявили себя в боевом разделе. Чемпионы страны отправятся на мировое первенство в Туркменистан, а вторые призеры выступят на чемпионате Европы в Екатеринбурге. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Крубанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова